В этом видео я вам расскажу, чем отличается Seller's Market от Buyer's Market, или по-русски будет рынок продавца и рынок покупателей. Итак, давайте я вам вначале расскажу, что такое Buyer's Market. Это такая ситуация, когда домов на рынке гораздо больше, чем желающих их купить. Чем характеризуется Buyer's Market? Ну, первое. Большое количество домов на продажу. Второе. Маленькое количество покупателей, гораздо меньше, чем домов. Третье. Продавцы готовы торговаться и уступать. Четвертое. Цены на дома падают. Пятое. Дома стоят на продажу дольше. Шестое. Есть компетиция, соревнования между продавцами и борьба за покупателей. То есть, понятно, да? Много покупателей, много домов. Buyer выбирает. Один дал оффер, второй дал оффер. Поэтому цены падают, потому что продавцы борются за покупателей. Он выставил дом, он постоял там месяц, полтора, два, три. Видит, что ничего не происходит. Снизил цену. Сосед видит, ага, он снизил цену. Я тоже должен, мне нужно продать. И тоже снижает цену. И тоже снижает цену. Дальше. Когда buyers market, покупатели ожидают дома в лучшем состоянии. То есть, они должны быть гораздо лучше, чем когда sellers market. Понимаете? Они ожидают, что вот там большое количество домов, да, этот, 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 этот. О, у этого там китчен сделано, а у этого не сделано. Значит, будем брать этот. То есть, они ожидают, что дома должны быть в гораздо лучше состоянии. Конечно же, когда они дают офферы покупателям, оффер будет гораздо меньше, чем asking price, чем lease price. Потому что, опять-таки, buyers диктуют свои условия. Поэтому, когда buyers market, buyers диктуют цены, не sellers. И поэтому хорошее время покупать, когда buyers market. А вот теперь поговорим, давайте, о sellers market, который сейчас у нас на данный, вот на сегодняшнее число в Калифорнии и почти по всей Америке. Почти. Но мы говорим только за Калифорнию, специфик ли за Лос-Анджелес. Смотрите, у нас сейчас sellers market. Чем он характеризуется? Ну, первое. Самая большая характеристика – это высокие цены. Второе. Цены растут. Каждый месяц цены растут, растут, растут. Третье. Нехватка домов на маркете. Четвертое. Большое количество покупателей. Пятое. Покупатели дерутся друг с другом. Они дают офферы, over asking price, multiple offers и так далее. Шестое. Готовы брать в любом состоянии. Buyers готовы брать дома, квартиры в любом состоянии, лишь бы они могли что-то купить. Седьмое. Очень часто приходится чем-то жертвовать покупателю. Либо это будет цена. Ну, цена – это понятно, они дают гораздо выше, чем он стоит. Они могут отказаться от оценки, потому что иногда, когда в марке цены растут, апрейзал оценки не могут догнать. Потому что бывает, что, ну, даю вам пример. Дом вышел, например, за 600 тысяч, да? Пришло 10 офферов. Он продался за 700, ну, к примеру. А оценщик приходит, говорит, ребята, он, вот я посмотрел, из того, что я вижу, его цена, допустим, там 650. Получается, вы 50 тысяч переплачиваете over market value. И поэтому очень часто покупатели отказываются от оценок, они отказываются от своих contingency, такое слово есть. Это когда в контракте прописано, вы покупаете, это как условие, что мы покупаем, если мы сделаем инспекцию, инспекцию, если мы пройдем апрейзал, если мы получим лон. Очень часто в таких ситуациях байеры просто отказываются от этого. И получается, покупают as is и покупают себе ущерб, как я говорил. Почему это все происходит? Потому что limited supply of inventory. Мало домов, короче, домов гораздо меньше, чем желающих купить. Если вы продавец, это самое лучшее время продавать, когда в селл из маркет. Дома продаются гораздо быстрее, они стоят, они могут стоять 1, 2, 3 дня, они не стоят месяцами на маркете. Вам даже не нужно делать никаких repairs и каких-то upgrades. Вы выставили его, он ушел. Очень часто еще я вижу в селл из маркет, это all cash offers, когда люди находят кэш, приходят, говорят, я забираю за кэш, забирают это прапорти, а потом они его перефинансируют, чтобы у них, если они заходят с кэшем, у них нет как бы компетиций. Если они дают кэш, им не надо делать апрейзал, оценку, им не надо лон опробу получать и так далее. Поэтому очень часто я вижу в селл из маркет, это all cash offers. Сейчас я вам расскажу, как определить селл из маркет или байерс маркет в любом районе, даже если вы там не живете. Например, вас интересует другой штат, вы заходите на ЗИЛа, вы смотрите, или можно не на ЗИЛа, позвоните рилтору, локал и скажите, «Пришлите мне в этом районе все дома, которые были проданы, например, за последний месяц». Он вам присылает, например, их было продано там, ну не знаю, 30 домов. А теперь вы говорите, а сколько стоит на маркете сегодня? Он говорит, а на маркете у нас стоит, допустим, 60 домов. То есть это говорит о том, что если за месяц продается 30 домов, на маркете стоит 60 домов, что supply домов – это 2 months. То есть за 2 месяца эти все дома должны продаться, правильно? Если 30 домов в месяц, у нас сейчас 60 домов, значит, в принципе, займет 2 месяца. Если это 2 месяца или 3, или даже 4, это все-таки seller's market. Между 4 и 6 это уже подходит к эквилибриуму, то есть это как бы и не seller's, и не buyer's market. Если supply домов, например, 6 месяцев, 7, 8, 9 месяцев, это definitely buyer's market. Вот на сегодняшний день у нас в Лос-Анджелесе это seller's market у нас приблизительно 1,5 месяца supply, 1,5-2 месяца. Ну, вот так вот вы можете определить. Еще есть много разных критерий, но это основные критерии, и как вы можете определить. То есть продаются быстро, multiple offers, over asking price, buyer отказываются от инспекции appraisals и loan approvals, cash buyers, ну и, конечно, supply домов тоже очень низкий. То есть вот, как я вам все только что объяснил. Все, спасибо вам большое за внимание. Если вам понравилось, подпишитесь на мой канал, пожалуйста. Оставьте мне ваши комментарии. Если я что-то не сказал, то, что вам не нравится, напишите. Или какие-то вопросы, я вам отвечу. И дайте мне большой лайк. Спасибо. Спасибо.